Собор новомучеников российских отпраздновал русский православный мир. В Ялтинской часовне – престольный праздник. Войти в нее в этот день, возможно, лишь приложив немалое усилие. Многие ялтинцы и гости города замедляют шаги, приближаясь к этому храму, чтобы еще раз полюбоваться. Часовня удивительно гармонично вписалась в знаменитую набережную, словно стояла здесь с незапамятных чеховских времен. Еще православные жители и гости Большой Ялты и не только в этот день отправляются в Нижнюю Арианду, в Покровский храм, резиденцию епископа Ялтинского Нестора, викария Симферопольской и Крымской епархии, автора множества исследований и книг о святых новейшего времени. Двухтомника – наследники царства, новомученики – Феодосия, Бердянска, Ялта – город веселее смерти и многих других. 20 век был по преимуществу русским веком. Все самое великое и значимое, что происходило в 20 веке, происходило с Россией в Россию или на территории России, или она имела к нему, к этому обстоятельству, прямое отношение. Это был великий и в то же время страшный век. Но мы судим не по шлакам, не подбросам, не по страданиям и переживаниям, а той славе и силе, которую Господь дал нашему Отечеству и нам с вами, нашему роду, славу и силу в лице новомучеников и исповедников. Но никто из нас не знает, как сложится в последний час, каким будет его кончина, и сможет ли он до конца своей жизни пронести свою веру и засвидетельствовать ее так же чисто и так же славно, как это было при его крещении или в каких-то достойных моментах в жизни. Ничто из вне приходящее не сможет отлучить нас от того, что живет с нами внутри нас. Человек сам свою волю соединяется со Христом и сам по своей воле от Христа отказывается. И вот когда мы видим о новомучениках истории, когда мы слышим истории о новомучениках, мы видим, что они не отказались в сложные времена. А как не отказались? Почему они не отказались? Потому что были соединены уже до этого. Ибо если человек не соединится со Христом, то никогда не сможет претерпеть что-либо такое, что свыше его сил. Каждый день в истории и жизни имеет особый смысл и особое содержание, как, впрочем, и каждое время. И всякое пережитое нами чувство тоже вписывается в этот исторический процесс и требует осознания и осмысления. Если мы вправе говорить с другими народами на равных, то лишь от того, что у нас есть такие же гениальные поэты, философы, ученые, полководцы. И мы можем говорить с другими представителями европейских народов, Англии, Франции, Германии и так далее, потому что у нас есть, что представить в ответ. Но ни у кого нет такого количества святых, таких блистательных и великих, какими были патриарх Тихон и святитель Лука, священномучник Иларион, архиепископ Иорийский, священномучник Фадей и многие новомучники крымские, а сегодня день двух крымских святых, преподобномучника Варфоломея, который был прихожанином и глириком Вединской церкви Феодосии, и священномучника Владимира Пищурина. У нас огромная страна, у нас очень прекрасный, красивый, добрый народ, который, несмотря на трудности советского времени, пронес в большинстве своему веру в Бога, православные предания, православные традиции. И в 20-е, в 30-е, в 40-е, в 50-е и даже в 60-е годы свидетельствовал о своей вере, свидетельствовал, не боясь смерти. То есть презрение к смерти русского человека, оно известно и в Европе, и в других странах, как умирают русские люди, тем более верующие. Вот поэтому в этом я не вижу ничего удивительного. Единение предшествует мученичеству, великое единение с Богом предшествует всяким испытаниям. Сначала Господь апостолам своим дал благодать, а потом послал их на послушания разные, послал их на проповедь, чтобы они, как они проповедовали, содействующие чудесами. Творя чудеса проповедовали. То есть сначала им дала благодать, а потом уже все испытания. Не готовили их к мученичеству отжиманиями, подтягиваниями, испытанием себя на холоде и жаре и на огне, а готовили их к принятиям благодати Божьей. Они причащались сначала к благодати Божьей, и когда видели святые люди, что эти готовы, что в них почивает Дух Святый, отправляли их на мучения, и тогда начиналась вот эта вот борьба, и смогу или не смогу. Только когда человек соглашается, что это крестная мука, это боль, унижение, заушение и оплевание ради Христа, тогда он становится воистину мучеником Христовым. И это дострадание, в котором, как вы понимаете, нет ничего хорошего, ничего созидательного, ничего праведного и подлинного, удивительным образом преображается и становится строительным монастериалом, становится неким кирпичиком или ступенью, которая ведет нас Царство Небесное. Здесь и сейчас, потерпевая ту или иную скорбь и болезнь ради Христа, пусть даже самую малую, но принимаемую по любви к Христовой, мы отрываемся, мы преодолеваем от земли, мы преодолеваем гравитацию этой жизни. Мы не подобряемся пыли, которая легко отрывается от земли, но никогда не воспаряет в небо. Но мы подобряемся тем святым, который трудно, медленно, но неотвратимо всегда поднимается вверх, который слышит Христа голос «Придите ко мне, все дрождающиеся и обремененные», который слышит евангельский призыв «Будьте как овцы, будьте как голуби, кроткие и мудрые, как змеи». Их всякая овца, она не имеет специальных средств, она не имеет зубов и когтей, чтобы порвать волков. Но в то же время, именно смирение овцы, которая Христова и должна одержать ту победу, за которую Господь дает звезду утреннюю и дает радость и венец Царства Небесного. А какое самое главное испытание у человека? Это смерть. Самое главное. А этого испытания никто никогда не избежит. Нет человека, который был бы способен укрыться от своей смерти. И говорит Исаак Сирин, лучше смерть с честью, чем жизнь в нерадении и в бесчестье. В этом нет никакого героизма, тех идеалов, которые принесло с собой просвещение, эпоха романтизма западноевропейская, что нужно куда-то бросаться и вот как-то вот геройски что-то делать. Нет. У русских такого, в общем-то, в целом, в общем и целом, можно сказать, такого неба. Это не совсем такое для нас свойственное что-то. У нас все очень спокойно. И это отмечают, кстати, и вот те, кто нас знает. Потому что страны всегда виднее, да, с Западной Европы, вот с Америки. И говорят, вот русские, да, вот так умеете. И лучших представителей нашего государства, да, в лице епископата, священников, и лучших людей России, инженеров, врачей, учителей, в общем-то, были убиты власти эти силы. И, конечно, эти люди для нас, многие из них, конечно, мы не знаем, смерть человека – это тайна, но многие из них не сломались и несли свой подвиг до конца. Это такие, как мы много знаем уже на слуху у нас, кисты, как Иларион Троицкий, там, Данимин Петроградский. И многие тысячи, десятки тысяч, можно сказать, и миллионы людей, 200 их, столько имена их знает и количество Господь, кто является для нас сегодня примером. То, что мы тоже должны быть, служить и Господу, и нашему отечеству, так, как служили они. Соборного мучеников российских – это день нашей славы, нашего великолепия и восхождения. Мы должны осознать, что принадлежим великой истории и великой святости, чего наши умы и сердца до сих пор не охватывают. У одного мудреца спросили, что больше всего хочет дьявол. И тот, подумав, ответил, «Дьявол хочет больше всего, чтобы вы забыли, что вы являетесь царскими детьми». И, пожалуй, по отношению к нам это вполне реализуется. Многие из наших братьев и сестер, отцов и дедов и наших собревенников забывают, что мы царские дети, забывают, что мы наследники великого небесного царства, что мы Христовы, а Христос победил смерть и ад, и даровал нам эту победу, и призвал нас в эту победу, чтобы мы вошли в радость Господа своего. Если об этом мы будем помнить, если в эту сторону будем смотреть, устремлять усиливаемое сердце, то мы воистину войдем в то великое, бессмертное, божественное наследие, которое есть славой и силой, стал полным утверждением нашей жизни, нашей цивилизации, нашего народа и нашей истории. Пусть святые новомученики предстательствуют о нас в Царстве Небесном, чтобы нам сподобиться соединиться с этой благодатью. И если вдруг что случится, чтобы мы тоже могли исповедовать дерзновенно Господа. Ни для кого давно уже не секрет, что земная жизнь, конечно же, не курорт и не санаторий. Мы уже догадались, что живем в роковые и особые минуты. Которые посещают нас и будут посещать, и на которые мы должны дать свой ответ. И опыт святых, опыт мучеников как раз и указывает нам на то, что мы, кто мы, и как мы должны бороться за свою душу. А мы знаем также, что за свою душу надо бороться. Надо не только понимать, что обстоятельства в нашей жизни трудны, сложны, травматичны и болезненны. Мы должны не только согласиться с тем, что это так, но если мы подражаем святым новомученикам российским, мы должны еще дать согласие и принять эти обстоятельства как свои собственные, родные, а не двоюродные, своим сердцем, своим умом, ради Христа. И грецкую танцу Божию и согреты беспобедную субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok